МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень красивые декоративные листва. Итак, говорим о фикусе. Фикусы являются старожилами в комнатном цветоводстве. Ведь на цветы тоже бывает мода. Она проходящая. Цветы становятся модными, популярными, потом мода на них проходит. Но это не касается фикусов. Они популярны уже более 200 лет. И этот цветок не только наших мам, но даже наших бабушек, прабабушек. В любой, наверное, усадьбе помещище или в доме всегда были фикусы. Потому что раньше растений в комнатах было очень ограниченное число. Фикусы выращивались в бальзамины и геране. И тем не менее, вот с этих древних времен фикус дошел до наших дней. Благодаря тому, что является вот таким нарядным, красивым комнатным цветком. А вообще фикусы родом из тропических районов Австралии, Юго-Восточной Азии. То есть тропические выходцы. И они очень разнообразны по своей природе. Их существует более 200 видов. Они растут и в виде деревьев. Высота их достигает 50 метров. Листья огромные, кожистые, плотные. Могут расти в виде кустарников, пышных, с небольшими листьями. Есть мелкие листочки на фикусах. Мелколистный фикус. И в него размер листочка не превышает полутора сантиметров. Есть фикусы почвопокровные, которые стелятся по земле с некрупными листиками. Есть лионовидные, которые вьются, плетутся по деревьям, плетая кроны других деревьев. То есть, как видите, разнообразие фикусов в природе очень и очень большое. Но чаще всего мы в комнатном цветоводстве дома выращиваем вот такие фикусы каучуконосные. Чем же интересны фикусы, Наталья Викторовна? Фикус – очень интересное растение. Ну вот в нашей студии стоит фикус каучуконосный. И он таких больших размеров, что пришлось даже горшок с этим растением поставить на пол. Но я хочу сказать, что если вы будете выращивать фикус, конечно, нужно заниматься его обрезкой, формировкой. Мне это растение досталось по наследству. Вот в таком виде, в каком оно и есть сейчас. Но я обещаю, что займусь серьезной его обрезкой и приведу его в хорошее, нормальное состояние. И оно будет очень пышным и красивым. А что все-таки неправильно, непосредственно в этом цветке? В этом цветке неправильная была формировка. То есть растение росло само по себе. Давало побеги, они росли в разные стороны, никакой формировки не было. Поэтому у него ствол и в разные стороны идут боковые побеги. Но достаточно он облажен. Конечно, конечно. У него все-таки растения очень мало. Но, тем не менее, я его обрезала немножечко. И вы видите, на боковых побегах у него идут почки. То есть оно будет обрастать листвой. Вообще фикусы вот такие каучуконосные, они характерны тем, даже все фикусы. Характерная особенность всех фикусов, то, что они выделяют при срезе, при сломе влечный сок. Такую густую жидкость. Поэтому, когда выращиваете фикусы любого вида, обязательно при пересадке, переобрезке, одевайте перчатки. Это такая просьба и пожелание всем, кто занимается фикусами. Чтобы вот этот влечный сок не попадал вам на руки, не попадал на слизистую оболочку. Особенно тем, у кого есть дети или домашние питомцы, тоже желательно, чтобы они не общались тесно с этим цветком, не отламывали листочки. И поставить его желательно на подоконник, чтобы питомцы ваши и дети не трогали эти листья. Чтобы вот этот сок не попадал на руки, не вызывал, ну, может быть, аллергию, может быть, сыпь. Но это растение не ядовитое. Я хочу сразу сказать, что оно росло и будет расти еще многие-многие века. Так вот, фикус каучуконосный, он имеет три вида. Вот в нашей студии фикус каучуконосный называется робуста. Видите, у него плотные кожистые листья темно-зеленого цвета и с очень заметной центральной жилкой. Это фикус робуста. Есть фикус черный принц. Понятное дело из названия, что у него листья очень темные. Черный принц, название говорит само за себя, у него практически черные листья. И этот вид фикуса, он очень хорошо смотрится в больших помещениях, в залах, в больших цветных помещениях. И вообще очень красиво смотрится с другой зеленой листвой. На ее фоне листья очень замечательно смотрятся. Есть еще фикус каучуконосный триколор. У него листья пестрые. Имеют такую мраморную окраску. Они все похожи на наш фикус, на фикус робуста. Но чаще всего скажу, что в дом, в домах, в домашних условиях выращивают наши любители цветоводы. Вот такой фикус. Фикус каучуконосный робуста. Наталья Викторовна, что любит фикус? Вы знаете, наверное, потому он такой долгожитель в комнатном цветоводстве, что очень легок в выращивании, не предъявляет совершенно вот таких сложных требований. Но когда мы говорим о том, что любят растения, как за ними ухаживать, мы всегда говорим, какие требования к свету, к теплу, к влажности, к почве. Ну вот давайте поговорим, что же любит наш фикус. Он светолюбивое растение, ведь он из тропиков, где много света, много тепла. Поэтому любит свет. Но, как многие другие растения, если они светолюбивые и поставить их на темный подоконник, они как бы замирают в своем развитии. Вот поставьте кротон, он у вас на северном подоконнике будет замедленно учит расти. Даже просто законсервируется в развитии. Он не погибнет, просто он будет в таком же виде, как вы его поставили, без прироста стоять на одном месте. Вы будете его поливать, ухаживать, кормить, но прироста вы не дождетесь. Совсем другое дело фикус. Он любит свет, но растет практически в любых условиях. Поставьте его на южное окно, на юго-западное, на юго-восточное, даже на северное. Он очень быстро приспосабливается к затененным условиям. Приспособился и начинает точно так же расти, как в обычных светлых условиях. Не меняя ни цвет листвы, давая нормальный прирост. Здорово. То есть людям, у которых северные окна, очень рекомендую выращивать фикусы. Они будут прекрасно себя чувствовать и очень хорошо расти. Теперь тепло. Опять же, некоторые растения очень чувствительны к перепадам температуры. Вот подаваем только вот такой температурный режим и плюс-минус в стороны, они сразу начинают реагировать на это. Фикус в этом плане очень не капризный. Выдержит температуру, диапазон температуры очень большой от плюс 12 до плюс 30. Я думаю, что благодаря такой устойчивости к перепадам температуры он и выживал в 17, 18, 20 веках, когда он рос в деревнях, а сами знаете, топили печи раз в день. Вечером было в домах жарко, а утром просыпается человек там 15 градусов, 12. А фикусу все ни по чем. Поэтому он к температуре совершенно нетребовательный. Жарко летом? Ему хорошо. Зимой прохладно? Ему тоже хорошо. Теперь влажность. Раз выходец из тропиков, конечно, любит, чтобы его поливали часто. И часто его нужно поливать только летом, вот в период активного роста. Поливаем через день. То есть в неделю 2-3 раза нужно проливать почву. А зимой достаточно полива один раз в неделю. То есть никаких усилий особенных вы не должны прикладывать для того, чтобы он хорошо у вас рос. Даже влажность и воздух они требуют. Ведь многие растения очень чувствительные, да? Когда у нас в квартирах работают радиаторы и очень сухой воздух в квартирах, фикусу это не страшно. Достаточно раз в неделю опрыснуть листья из пульверизатора. И можно взять влажную губку, тряпочку и протереть листья. Хотя бы для того, чтобы убрать из них пыль. И чтобы они снова у вас так ярко блестели. А есть еще такая полироль специальная для листьев. Ведь у нас фикус крупнолистное растение. И есть такая полироль, нанося которую на листья, вы придаете им такой изумительный блеск. Монстера, фикусы, они очень здорово реагируют на обработку листьев вот таким веществом, как полироль. И ваши листья будут так здорово блестеть на свету, на солнышке. И радовать вас своим красивым зеленым цветом. Теперь что касается почвы. К почве тоже не требовательно. Любят, чтобы она была плодородная, рыхлая, хорошо пропускала воздух. Достаточно покупать готовый грунт в магазинах специализированных для декоративных листьевных растений. Даже сами вы можете на даче у себя приготовить такую смесь для своего фикуса. Если у вас он растет дома и вы хотите его пересадить, вы можете взять в равных количествах перегной, листовую почву, песок, торф. Намешать, привезти в пакете домой и оставить для пересадки своего питомца, когда это потребуется. Что касается пересадки, тоже не очень часто любят, чтобы его пересаживали. То есть трудностей вам и в этом плане доставлять будут минимум. Раз в 2-3 года его пересаживать. Но можно пересаживать чаще, когда вы видите, что фикусу тесно в горшке. Такое бывает. Вот он у вас активно растет и горшок, вы видите, просто немал. Корневая система начинает просто выпирать из горшка. Тогда пересаживайте, если это нужно. Или другой случай. Вот вы поливаете свой фикус. Только полили. Вы видите, вода сразу же скапливается в поддоне. Это говорит о том, что у фикуса очень большая уже корневая система сформировалась, а грунта мало. Поэтому вода не задерживается, не смачивает почву, которой совсем мало в горшке. И она сразу же проходит в поддон. Поэтому такой фикус тоже нужно пересаживать. Как видите, требования небольшие. И насчет подкормок, естественно, нужно кормить. Особенно в период активного роста. Это где-то с марта по октябрь. Подкормка хотя бы раз в две недели. И перед тем, как вы будете кормить растения, обязательно пролейте грунт в горшке, чтобы он был влажным. Чтобы вы вот этим раствором питательным не обожгли ему корни. А так развели в воде для полива специальные удобрения, органические. Чередуйте с минеральными и подкармливайте фикус. И его листва будут такой же сочной, зеленой, красивой. И кормить, конечно, фикус нужно. Наталья Викторовна, так ли легко фикус размножить? Как ухаживать за ним? Легко размножить. Вот когда я буду, допустим, делать обрезку, я вот эти молоденькие черенки обрезаю сантиметров 10 длиной с одним листиком. И когда вы обрезаете острым ножом, я говорила, выделяет млечный сок. Поэтому одеваем обязательно перчатки и подносим под струю холодной воды. Ждем, когда сок млечный заканчивает вытекать с этого среза. А дальше берем вот этот небольшой череночек, ставим элементарную, обычную воду. Поставили, но воду нужно менять хотя бы раз в неделю. И один листочек, который мы оставим, чтобы он не испарял много жидкости, можно его скрутить и завязать ниточкой, чтобы он не испарял очень много влаги. И вот этот черенок будет стоять у вас в воде и укореняться. А можно и пойти по другому пути. Срезанный черенок с одним листочком сразу же посадить в горшок с грунтом, с питательным, который вы купили. И этот срез можно тоже обработать дополнительно ростовыми веществами, корневином, гетерооксином, для того, чтобы корни быстрее тронулись в рост. И посадить его в горшок, сделать мини-тепличку, накрыть пленкой и ждать, когда ваш черенок укоренится. С укореняться очень легко, быстро, поэтому размножить его не составляет никакого труда. Наталья Викторовна, ну, кажется, что с фикусом совершенно нет никаких хлопот. Он просто в уходе, в пересадке, в размножении. А подвержен ли он болезням и вредителям? Вот как дело обстоит в этом случае? Вы знаете, иммунистит у фикуса довольно сильный. И практически, ну, не по зубам будет никакому вредителю навредить вот этому плотному кожистому листу. Поэтому в цветоводстве с фикусом проблем, как правило, нет. Единственная проблема, с которой сталкиваются наши цветоводы, это опадение листьев. Вот бывает так, что взял фикус и сбросил все свои листья. Главная проблема. И из-за чего она возникает? А из-за того, что вы слишком переувлажняете почву. И часто это бывает зимой, осенью поздней. Когда вы продолжаете его поливать, точно так же, как летом. Почва сильно переувлажняется, и фикус так реагирует. Вот это такая самая большая проблема при выращивании фикуса. Что нужно делать? Прекратить полив. Пусть почва подсохнет. Практически не поливать растение. И вот, когда вы видите, что оно вновь дает молоденькие листочки, тогда начинаете умеренно поливать свои растения. И я думаю, что никаких проблем с выращиванием фикуса в вашей квартире не будет. Спасибо, Наталья Викторовна, за ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!